Субтитры создавал DimaTorzok Давайте продолжим исследование сознания. Сегодня попытаюсь рассказать, как философия Хайдегера выглядит в свете развлечения двух субъектов. Так как мы более-менее знаем, что такое эти два субъекта, поэтому можно будет не останавливаться на обведении, а сразу просто рассказывать философию Хайдегера. Сначала обозначим в некоторых терминах эти два субъекта. Я думаю, надо человечков выпрессовать. Вот смотрите, два субъекта у нас. Первый субъект — это субъект объектной структуры. Первый субъект. Второй, который у нас дан в проживании. Он вот так не рискует, потому что он дан через интенсию этой акты. Да, это проживание. Ты хочешь сказать, что эта точка — это и есть С2? Ну, он как в проживании, да. А как проживание потом нарисовать? Ну, это же условно. Просто здесь акты понятны? Акты как действия переходят от одного к другому, да? А проживание как нарисовать? Это же некая как бы... Я предлагаю вот так нарисовать. Давай. А не так. Потому что так — непонятно. Где у тебя С2? Какая-то точка, круто. Ну, давай, прошу, давай. Только ты нам перенесуй, чтобы красиво было. Слушай, что такое впечатление? А я держу. Давай. Значит, не так будем рисовать, а вот так. С2. То есть он дан в проживании. Правильно? Угу. Вот эта разница. Разница здесь с Тержневым являются в проживании, а здесь акты. А вот философия Хайки Гира на самом деле укладывается полностью во второе различие. То есть его дозайн — не есть ничто иное, как наш субъект проживания. Это можно пояснить следующим образом. Вот. Прежде всего, что относится сюда? Сюда же ведь относится сознание. Почему сознание относится сюда? А потому что, если сознание... Вот сюда относится прежде всего я, надо говорить так. Сюда относится я. И если нет сознания, то нет ничего. Нет ни я, ни объект. Ничего нет. Да? То есть сознание относится к я. Они связаны как-то. Поэтому есть, конечно, некое возражение, что иногда сознание говорит как об актах. И надо будет потом на этом остановиться. Можно ли о сознании говорить как об актах? В принципе, ну вот, например, Гусель постоянно говорит об актах сознания. Да? Что сознание и сознание О. Почему так? Потому что у него и мышление, и мышление О. И сознание как сознание О. Отличает ли он сознание от мышления? Это надо изучать. Я даже не знаю. Например, Гегель не отличает. У него что сознание, что мышление. Ну, какое-то различие там вроде бы как бы есть, но оно несущественное. Потому что, допустим, уже в энциклопедии, там где речь идет о мышлении и мышлении, там у него уже сознание и мышление там на это же. Но в эти потом остановимся, да? Почему сознание не является актой? То есть вот это возьмет вот этот вопрос. Почему сознание не актой? Вопрос. Вне акты. Вот это потом разберем. Пока как бы будем считать, что сознание не акт, это как бы понятно почему. Вот смотрите. Я без сознания быть не может, как-то если исчезать сознание, исчезает я. Даже вот я вот подумал, даже в такой вещи, как в сновидении. В сновидении сознания нет. А мышление есть. Ну совсем недавно. Я сегодня днем спала. А что такое потом сознание? Я сохраняю сознание. А можно, я согласен. Есть определенного рода состояние сна. Тогда ты внутри как бы просыпаешься. Ты об этом ведешь жизнь, да? Нет, не об этом. Просто а что ты имеешь в виду подсознание? Осознание, осознавание того, что вокруг, то есть вообще в ситуации. Осознание не ситуации, а себя в ситуации. Да. Не обязательно знать при этом, что ты спишь. Ну ты в общем там тебя осознаешь ситуацию. Ну а почему тогда я просыпаюсь и ничего не помню? Ну когда ты не помнишь, а когда ты помнишь? Я знаю два вида сна. В одном сне я как бы просыпаюсь внутри, хотя это редко бывает. И все осознаю, действительно. А потом просыпаешься и помнишь. А в других снах я просто ничего не помню. Я совершенно спокойна. Вот Антонши тоже совершенно спокойна. Вообще тоже бывает часто. Совершенно люди спокойны. Спят и думают, что они не спят. Но потом просыпаются и помнят, сон что-то, понимают, и забывают. Нет, мне не нравится самый постановый вопрос. А потом не помнишь? Важно что тогда? Да. То есть когда ты помнишь, то тогда когда ты помнил... То есть все, плохой пример. » Все акты есть там, конечно. Да, но ты и проживаешь там. Дело в том, что там есть мышление. Я иногда просыпаюсь с тем, что я просто там что-то размышлял прямо во сне. Это там, может быть, тоже есть, но там и переживание, и проживание. Если ты помнишь, ты можешь во сне испугаться. Это, как правило, как раз сны характерны тем, что ты какие-то там чувства испытываешь. Просто если вспомним Декарта, он говорит о том, что почему-то одно из причин сомнений состоит в том, что мы не можем различить сон и я. Он говорит, что не получается ли так, что мы сейчас спим. Но это и значит, что сон плохой пример. Нет, но он говорит, почему у него критерии ясности и отчетливости. Представляете, почему? Именно как раз, прежде всего, чтобы различить со сном. То есть вот есть сон, да, и во сне живого надо. Мы же видим, как будто все реальное, но когда просыпаемся, понимаем, что это не так. Вот этот критерий ясности и отчетливости, он связан именно как критика сна. Мне кажется, в современной философии различие сна и реальности, оно как-то вообще в современной мере не настолько явно, чтобы говорить об этом. Потом, разве он этого добился? Он, если говорить о Декарте, он приводит сон в качестве усиливающего аргумента, чтобы не философу было понятно его сомнение. Дальше он внутри сна обнаруживает различные истины, которые пока во сне стоят. То есть там логику и так далее. Дальше усомняется и в них и прочее. Вот, ну, разве он потом в результате своего движения добывает критерий, каким образом ему отделить сон от яви? Я не уверен, что он... Ну, вот критерий ясности и отчетливости представления, под которым критерий... Ну, а во сне не может быть ясно и отчетливо? Ну, вот мы сейчас обсуждаем. Вы говорите, что может. Значит, у меня опыт другой просто. Но если это опыт лично мой, а ваш другой, значит, он не может быть критерием. Просто я боюсь, что как бы неясность и неотчетливость связаны именно с тем, что, как правило, мы вспоминаем сон потом. То есть во сне как бы у нас не встает такого вопроса. Мы непосредственно проживаем там какие-то события, какие-то ситуации, что-то там нас трогает. Дело в том, что вот физика сна такова, что если ты не успеваешь просыпаться на определенном этапе сна, то ты ничего не будешь помнить. Не, ну, это вообще не об этом сейчас. Не, почему важно сон вообще-то? Потому что, вообще говоря, есть же такая проблема даже, вот они вставили, там, Чик Спид, по-моему, вставил, кто-то еще там из Театрал, да? Не есть ли в нашей жизни сон, да? Вот как бы вот сравнение жизни со сном. Ну, еще вспомни, как функция бабочка. Не, это важная просто вещь, потому что, что такое сон? Сон это просто пример вот этой, ну, скажем так, иллюзии, да? Вот есть просто, есть иллюзия в буквальном смысле, там, больное сознание, а есть сон, да? Ну, нет. Сон может пережить любой, иллюзию, может быть, и любой сможет пережить. Не, ну, как раз, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но, мне кажется, различие сна и реальности, оно существенно именно для этого субъекта. Куда направлены наши акты? Да. Как бы на реальные объекты? Самое смешное, что в том-то смысле, что даже во сне акты продолжают быть направлены. Акты продолжают, да, да. И различие, вот я, мое мнение такое, различие между сном и реальностью, важно именно для этой структуры, потому что тут встает вопрос, как бы, акты есть по-прежнему, а вот объекты, на которые они направлены, это реальные объекты или это иллюзия? То есть это статус бытия объекта. То есть он сюда, да? Да, в случае проживания, в случае проживания сомнений-то нет, понимаешь? Пусть эти объекты нереальны, пусть как угодно, но, допустим, страх, который ты проживаешь во сне, или радость, или еще что-то, да, они реальны, как твои проживания. И в этом плане, ну, как будто, вот, вторая ситуация никоим образом не страдает, если ее поместить в сон. Она как раз остается тем ядром существования, которое, как бы, так сказать, от статуса внешней реальности не зависит. Так интересно, получается, что, так сказать, истинное существование, ну, вот по Хайтгену, да, для него неважно сон, или вокруг меня не сон. Так это и неважно, действительно. Вообще-то да, потому что можно же... Скоро вы поймете, что в компьютерной игре можно жить с сон, потому что мы их тоже убираем и перемещаем сюда. В ней настолько много элементов от сна, потому что что работает во сне, всякие эти, ну, грубо говоря, там, всякие подсознательные вещи, там, то, что там... от сознания, это банально, ну, вот. А когда мы находимся в реальности, мы же видим мир не таким, какой он есть, а таким, каким... В общем, наше подсознание тоже влияет на наше видение реальности. Вот. Чтобы не только наше сознание, я там и так далее, но и то, что чему не можем управлять, тоже влияет на видение реальности. Так самое интересное, что подсознание-то оно вот здесь. Вот здесь оно. Поэтому элементы сна в реальности вполне... И сознательные, всякого рода вот... Ну, и хорошо. Вот мы-то здесь, я-то наше здесь. Просто, что еще сон отличает от реальности? Ну, вот реальный сон, так? Не философский, а вот реальный. Что там, действительно, мало валин. Вроде как бы, то есть, ну... Или, по крайней мере... Ну, если во сне проснуться? Вот, да. Вот я почему бы... Потому что во сне проснуться, это и есть сознание. Но если вы считаете, что это не так, то... Ну, это валение именно. То есть, да, валение... Во сне можно ясно и четко все представлять. Вот мой брат, у него есть техника. Как заснуть, тем не менее, остаться при сознании. Да я знаю, мне на то, что я сказал. Да это не... Это какая-то уже валящее сознание. Не, ну, дело в том, что я понимаю, что вот такие вот всякие примеры, типа сон, и как... Потому что сон, ну, надо изучать этот вопрос, да, вот так вот. Почему это валение, возможно, только в таком случае? Почему во сне, я имею в виду? Только если проснемся во сне. Потому что нами управляет нешество. А чтобы как бы начать валиться, самим собой надо к себе вернуться. Надо самого себя осознать. Что такое валение? Как ты осознаешь-то? То есть, знаешь, не просто... Вот есть внешние объекты, да? Если ты в них погружена, захвачен, тебя как бы нет, да? Ты просто двигаешься в тех правилах, которые внешний объект тебе предоставляет, да? Вижу, и что там скачешь. А если... А если для того, чтобы начать валить, тебе надо как бы осознать свое соотношение с этими объектами, Уже как бы изнутри, извините? Не вижу радио. Ну, смотри. Манедриться в связь. Ну, стандартно у меня часто бывает сон, что мне нужно на поезд, мне нужно куда-то ехать, и все мне вокруг мешает. Понимаешь? А у меня четко есть мысль, что мне надо. И я преодолеваю эти препятствия. То есть, вокруг объекта, они не формируют, понимаешь, это валение. Оно откуда-то непонятно откуда возникает. Считать его тоже внешним? Не знаю, может быть, но сомнительно. То есть, некая какая-то... Кстати, вопрос валения, это еще особый вопрос, надо еще понять, как он вообще там... Ну, как вообще все это связано со всеми? Ну, хорошо. Ну, давай, сознание связано с я, сон это неудачная вещь была. Но, по крайней мере, если сознание потерять, то мы понимаем, что когда мы сознание теряем, все исчезает. А потом, когда мы сознание опять восстанавливаться, тот период, в котором мы там просто отсутствовали, отсутствовало все. То есть, сознание связано именно конкретно с я. Может, оно, конечно, и с акторами связано, поэтому мы вопрос пока оставим. Но что очень важно, что связано с этим субъектом? С ним связано, как я предполагаю, открытость. Точнее, это все связано с сознанием, да, открытость. Сознание как бы открыто миру, да. Сознание как бы просто мир распахнут, и мы просто этот мир, вот как он есть, его принимаем. Открыто. И причем вот истина как алитея следует просто из этого. Из того, что нам мир дан как открытость. И значит, когда нечто вступает из вне в сознание, да, вот в сознание, как бы вот, в планшет сознания, да. Тогда из вне вступает что-то туда. Вот это и называется как выход из потаенности или выход из сокрытости. То есть мы выходим, отлично выходит из сокрытости на свет сознания. Вот эту статью метафору очень важную. Метафора света. Вот свет, метафора связана с сознанием. Свет. И вся корода метафора там. Свет, просвет. Открытость у тебя имеющего открытость сознания или открытость мира? Открытость мира. Сознание как бы, вот смотри, отношение сознания и мира состоит в том, что как бы мир как-то предстает некой открытости. Вот, например, ты посмотри, как мышление к нему относится, а он как-то по-другому к нему относится. Потому что мышление как бы вот улавливает смысл, да, и пытается как бы мысль. А мы можем закрыть сознание? Вот, между прочим, я думаю, что если вырать какие-то... Да, сознание может быть закрыто. Наверное, да. Если сознание может быть открыто, наверное, оно может быть и закрыто. Но ты только что говорил, что это открытость вносится к миру, а не к сознанию. Ну, понимаешь, как бы вот, когда мы говорим про сознание, трудно понять, на самом деле, как вот оно в этом мире находится. Понимаешь, вот, когда мы говорим сознание, насколько вот объекты этого мира, да, на котором мы работаем, насколько они, как они с сознанием соотносятся. То ли они вовне сознания, то ли они не в сознании. Потому что если мы потом, как мы же говорим, как в сознании есть пространство, то вот там пространство сознания находится, с одной стороны, а объекты, вот они прямо в нем находятся. Понимаешь, что интересно? А с другой стороны, акты, которые на него направлены. И вот это и объекты, и акты находятся в одном и том же сознании. то есть в некотором смысле мы как вот я через такую аналогию у нас как бы как монитор монитор как работает в компьютер обрабатывает какие-то там что-то обрабатывает а потом выдает на монитор уже то что мы визуально можем видеть в некотором смысле вот сознание есть такой монитор то есть у нас есть какой-то внутренний во-первых всякого рода желания которые попадаются наверх там всякие там необходимости всякие стремления там опасности ну там кто-то размещает когда мы тревожимся или что-то все подается на уровень сознания мы отсюда уже принимаем решение как действовать иногда просто автоматически действиями нога у нас есть время чтобы принять решение то есть этот этот как монитор сознание как открытое не что как монитор куда выдается вся информация все организм а вот организм работает вот так вот тут факты постоянно по они продуцируются эти акты они ставить продуцирование продуцирование или как довез говорит машину производства производства вот как раз вот на этом уровне не не все в чем есть автоматизм весь автоматизм какой у нас есть вот он на этом уровне работы нажим автоматизм очень многое это классическая философия вообще говоря об этом забыл о том что наш организм представляет собой некого рода машину да хотя в дико тоже говорит что наши это что может человеку можно понять как некую машину механическую почему понятно что не механическая машина но если подумать что биологическая машина вполне пригодное сравнение вот в этом на этом уровне происходит продуцирование акта некое производство осознание то место куда в качестве ну как было куда поступает вся информация почему почему вообще сознание нужно с точки зрения биологической жизни сознание наверное не нужно хотя я не знаю можно ли говорить о сознании например животных нужно сознание да вот если говорить о психологии скажем о психологии и иконауке то там есть именно разговор о сознании животных элементов создания примитивного ну да но это мало ли что там какие слова говорят это не слова и как они интересно как опыт можно поставить если сознание или нет задали ему вопрос он ответил что ли так можно поставить этот опыт еще раз говорю мы сознание отличаем от мышления никто не сомневается что у животных есть мышление в этом никакой сомнения осознание то есть ваша и раньше между сознанием и мышлением поменялся терминами они называют то что ты называешь мышлением они называют сознанием а то что это мы называем здесь нас и сознанием там они там конечно я-то я-то следую простому простой вещи смотрите вот как почки очень важно до нас к маленькой конечно придется жертвовать чем-то пожертвуем смотрите почему как мы не определяем их теперь вот ведем понятие способность способность а слово способ что такое способность способность это такая способ или возможность нашего отношения чему-либо да и из того как она определяется ясно что это касается каких-то наших актов да выражается в способности выражается неких актов причем каждой способности соответствует эти свой предмет или аспект реальности ну допустим у нас есть способность слышание направлено на звуки там видение образы ну и так далее там наверно надо каждую способность посмотреть и каждую способности найти свой аспект но и тогда когда мы исследуя все эти способности мы доходим до мышление что соответствует мышлению мышлению соответствует смысл который выражается виде там мысли смысл мысли то есть а если является ли сознание в этом отношении способность она способность не является потому что никакого специального объекта для него нету вот тут все специальные объекты да вот каждая каждая наша способность она заточена на какой-то аспект реальности это специально специализации ну если брать биологическое развитие организма это как-то именно просто важно чтобы каждый орган работ потому что ну как не может универсального быть органа вот мышление для того чтобы смысл варить а теперь если эту картинку нарисовать я не знаю это рисовала вам или нет как язык помните как бы условный картинку что такое язык вот одни способности которые можно обобщить виде способности созерцальное восприятие удерживать передний план картинку да вот то что мы видим а задний план как а именно мысль или смысл который связан вся эта картинка она же некая связанная целый поэтому поэтому связанным целом и что-то думаем что-то мысль вот эти смыслы удерживаются мышление это восприятие получается как бы вот этот мир который устроен так двухслойно двуслойный пирог вот все способности то есть мышление это просто рядовая способность не надо прямо так вот выделять гипертрофировать как классический фазу вот что-то мышление так особенно ничего не особенного нет просто мышление удерживать задний план мира есть звуки в мире а есть смыслы как вот смыслы мы же не видим как даны смысл они даны только тем способом что мы вот допустим стоит два столба между ними какое-то расстояние какой-то они в каком-то отношении состоят как это вот уловить как это в это разглядеть на это смотрим и понимаем что вот и два них пространстве находится они как-то соотнесены между ними сколько-то метров и прочее прочее все все отношения мира да ведь важно не только два столба летами вещи изменяется перемещаются там возникает много чего каких сложностей поэтому эти допустим на на вещи накладываются наши отношения именно отношения собственности отношения там владения и прочее прочее а потом как бы суда же ходит идти это соотношение тел наших в том смысле что мы друг другу как-то соотносится вот вся мы с одной стороны живем в мире материальном с другой стороны этот мир пронизанная смысла и это вот плетено вот это вот двойностная структура на повышение так собой представляет она и язык таков то есть язык двухслойных с одной стороны и знаки с другой стороны смысла и мир так ужин то есть язык некоторого смысле и заморфин мир и поэтому когда когда хадигер переходит к разговору о языке просто как бы возвращается вот тому первичному рассмотрению мира язык и заморфин мир вот допустим что делал классический класс у кина классический философия редуцировала все к мышлению а измышления редуцировал все к логике почему потому что она хотела построить формальную систему что хочет сделать этот вопрос составляем остальное стираем смотрите что хотелось сделать классическая классическая философия во-первых классическая философия она у нее вся это вся пронизана вообще идеи науки идея науки есть некая идея науки начиная с дико тут это идея науки это было самый главный день и поэтому ваша такой идея науки науки это построить теорию и науки построить теорию собственно философии чем занималась она строила как бы теорию всех теорий как наука учения вот теорию всех теорий всех теорий или знаешь как называется на самом деле теорию всего так вот есть такие бывают теория всего вот эта философия классическая теория всего это философия и если ты посмотри посчитать и гегель это он считал что и современная ему философию занимается еди по конкурсу на это едино назвал называть теперь абсолютно и если его формиги это единое она как бы не расчлененная целый как бы как цельный кусок то гегель считал что очень важно в этом единственное найти различие зачем гегель нужно было различие потому что если ну абсолютно является просто один кусок то он абстрактный абстрактный он абстрактный абстрактное представление вот как он там где-нибудь кортикую среднюю бой философию представление она не может дать нам реальность потому что реальность она комплект а нечто абстрактное навсегда стоит от реальности получается что это реальность придается этой нещущему к абстрактам как бы извинен а вот изв haver eternity как вы предкинатый предикаты как будут они предуцируются ещё что то glaube adopts hundred а что такое когда мы Продикаты, говорим об Абсолюте, означает, что сам Абсолют никакого содержания внутреннего не имеет, и все его содержание находится вот здесь, в Продикатах. Поэтому такое высказывание об Абсолюте, оно просто несовершенно, ну и как бы не достигает Абсолюта, собственно. А правильное определение Абсолюта, оно должно было бы быть вот таким, конкретным. А конкретным, это значит, внутри Абсолюта должны быть различия, прямо внутри. И он считает поэтому, что когда христианский Абсолют определяется как Троица, когда внутри самого Абсолюта есть различие, он считает, что это правильное введение Абсолюта, потому что Абсолют становится конкретным. Конкретно состоит в том, что внутри себя различен. Ну то, что внутри Абсолюта должно быть содержание. Если просто Абсолют сказано, что он не считает практическим Абсолютом, это понятие, вот это понятие Абсолюта, да, понятие. Оно пустое. Ну что значит, объясняю, что значит, почему должны быть различия, объясняю. Потому что, ну, тут как бы, по-геке, да, в общем-то тут с ним не поспоришь. Потому что восприятие конкретного чего-то содержит в себе различия, да, то есть как мы воспринимаем что-то конкретное? Мы его различаем с самим собой, с чем-то другим, внутри него находим какие-то различия, понимаешь? Я поняла. Вот, если, так сказать, если никаких различий нет, это просто нечно, это просто это. Всё, поняла. Хрестьянский бог Троицы ведь не даром, на самом деле. Он ведь Троица, не просто Бог. Ну, конкретно в этом разговоре говорить о Троице, как о том, что сущности необходимы именно здесь, там. Нет, ты не можешь, это Геггель так говорит. Геггель, я не вижу здесь, причем здесь Троица. Ну, вот Геггель так говорит, что он считает, что христианское представление о боге, как о Троице, это есть в правильном направлении, бог конкретный там. Бог не просто абстрактный понятие пустое, которое надо наполнять извне. бог конкретное что-то уже имеет содержание внутри которые из него на току как это как раскрывать его на наоборот движение для нам опыт присутствия бога не обязательно это ты понимаешь путаешь опыт присутствия бога для тебя лично до той частный опыт присутствует и да и опыт присутствия для всех вот для всех он выразился троицы это это огромный опыт свой человеческий наш бог себя в этом в откровении выразила и мы дошли до троицы чем это же сколько прошло веков чтобы понять это что это так ну ладно отклонились хотя про богу потом это задаю на это вот субик проживание у нас есть да это вот это опыт я его от нас сознание различные метафоры света просвета какие-то а потом это открыто снять наслаждение было пишет ясно ясно да вот как бы вот вот эти параметры еще и параметры сюда то сюда то вот на примеси альберской коза им брать да и присутствует сюда то есть также понимание свидетельствами ну констатация почему понимание свидетельствами констатации потому что что такое это сознание мы у нас есть такая способность как внимание да и мы с помощью внимания вот понимание и мы допустим как вы себе что-то уясняем и просто посылать туда внимание вот внимание это как в поле сознания есть такой как будет как пить но например на что-то задумались раз туда внимание послали и увелись на свет ясности внимание тоже связано это как прожектор прожектор сознания раз направили внимание туда и увидели да свидетельствами то есть как бы сознание именно что она не мысли да но она свидетельствует о том что мысли совершается на свидетельство о том что произошло какое-то восприятие или констатировать туда опять же констатации свидетельствами просто разные из разные это или одинаковые констатации сидеть наверное одно и то же так и разные констатация она не требует сказать ты не даешь слова что так и не свидетельство свидетель он как бы ответ в 10 активности садись нет активности в констатации это просто ученые от него не зависит таки как есть на самом деле а свидетель он пускай десу присягает ну словно я понимаю то есть это будет более когда строгая вещь это ответственная констатации это уже здесь есть насчет понимания вот думал насчет понимания и понял что мы понимаем только нечто что имеет образ невозможно понять нечто что это не есть допустим он говорит код какой-то да код допустим вот программный программный код какой-то есть да там единицы нули там в чем мы тут понимаем тут ничего не понимаем то что нам что-то понять нам нужно вывести как-то на свет как бы образ ну хотя бы виде каких-то записей в виде операторов хотя бы виде логики ведь логика это тоже не потом смысле образец то что логика различает момент решеночной вот мы различаем как острый ручки рисунок отсюда следует это и заследует бы в некотором смысле способ представить это следует нас первое представить причину связь то есть понимание связана именно с образностью как вот мы говорили что сознание открыто это за открытость как некий как некий планшет который открыт так вот понимание если мы в этом планшете что-то вот так вот сейчас я рисую что-то рисуем это означает что мы понимаем а если нам просто код какой-то там допустим математический код просто математики что значит понимать я к этому веду я верю потому что сознание связано со зрением нету понимали звук мы переживаем и его не понимаем мы понимаем недаром на самом деле с музыкой у ниши кстати хороший между прочим договор связано с тем что с музыкой связано воля но никак не связано с одной нише шопенгауру как бы воля причем она бессознательная воля вспомните шопенгауру да она непонятно куда нас влекущая воля но никак не сознание связано звук на самом деле как раз так характеристик которую мы понять не можем или музыка то лучше кости предметить вот есть музыка что тут понимать сидишь и переживаешь что там музыки понимать ты можешь не ты конечно можешь сказать что я понимаю какая-то хорошая музыка но это как бы понимаешь вот ты переносишь некие уже свои впечатления уже в область сознания и строишь уже на основе речи так что-то строишь выстраиваешь как бы понимаешь изначально понимание того что вот заметьте например можно под понимание особенно в английском языке там туси да вы глагод видеть туси и ты одновременно понимать или мы говорим то ты понимаешь да типа и может как я понимаю может как я вижу это очевидно то есть всякое понимание оно связано с сознанием с тем что в сознании как-то открытый вот на свет сознание как бы что-то попадает и в этом я что-то сознанием я еще раз берет некий какой-то планшет или там монитор на котором надо различать вот моменты как бы различать я вообще сейчас склоняюсь к тому что когда мы пишем вот тоже 100 а равно а мы почему это делаем так кажется нелогично мы взяли а равно а и сам в самой записи различить два которые слева и справа но так устроено понимание лишь ей нужно различить момент мы на планшете рисуем вот это и мы понимаем что это такое то что понимание она как-то связано с пространственностью это способ каким мы изображаем наше понимание пространственный способ также в математике игру там допустим идут какие-то формулы 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 если ты не знаешь как эти формулы вводятся ли как они описываются ты ничего не поймешь ну что такие значки нарисованы накаляканы для того чтобы тебе понять тебе вот надо вот записать вот какой-то в каких-то виде каких-то понятных рядов то есть помимо математики которая движется внутри своей логики есть еще некая внешняя которая присоединяется сюда к математике которым возник которым существует наше понимание когда мы математику хотим понять вопрос сюда вот обращаемся здесь все понимаем и потом смотрим на код образа это вот представление же образа представление да вот 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 это у вас логика зачем нужно для логики вот такая запись потому что это и есть наше понимание я знаю что вы скажете оба но вот если человек слепой для него вот это пространство всяким образом существует вот это кстати хороший вопрос это я думал о том что вот неплохо было бы у слепых выяснить это потому что как они себе представили да как они все как они понимают вот на самом деле есть такие вот вещи которые требуют просто опыта вот я просто же говорю исходя из некого не знаю там мне кажется теперь да и своего опыта но на самом деле это я проверю чтобы проверить и подтвердить нужно обратиться опыту у слепых хорошее слово пространственность потому что вполне возможно ниже после зрения там с лохтом является очень важным но еще это прикосновение то есть вот ощущение себя в пространстве мира а не может ли так быть действительно если не могут помещать образы не как вот у нас какая-то доска перед глазами да да кстати получается что сознание такая вещь который может не обязательно зрение базируется да если принципе так у нас она базируется потому что наиболее удобно пространственность пространственно пространства нам немножко шире чем слово зрения причем на это пространство которую мы постоянно tabare говорим Schulz да она как-то связано это пространство которая был видим эту пространство который в нас это не так происходит шутка по 真的 как бабка почему просто Естественно, когда мы вот так вот ходим, как бы, понятное дело, что есть какое-то астрономическое пространство, в котором мы ходим. Но мы как бы так устроены всё, что мы своё пространство встроили вот в это, и в нём как бы живём. Вот тут я пока этого не очень понимаю, но когда я говорю, что в сознании есть пространство, то вот здесь есть такое нежелание, нежелание, какая-то такая вот вещь, что и получается так, что пространство, которое я вижу, оно и есть пространство сознания. Как-то так. Нет никакого другого пространства. Я иногда говорю, что есть пространство ментальное, но на самом деле я не знаю. Потому что может быть то пространство, в котором мы живем, оно и есть пространство сознания. Мы привыкли постоянно нас учит этому философия, что вот есть... Субъективная сфера есть, да? Как мы постоянно нас уже? Вот есть сфера субъективности. Субъективность и с внешнего разговора, да, вот это вот мы, да, вот мы. И с внешнего разговора есть какое-то вот пространство внешнее. Это, конечно, правильно, но этот разговор-то внешний, как это мы вот так, вы прыгнули из сферы субъективности и извне на это смотрим. А где такая позиция? Она вообще такой позиции не существует. Позиция всегда живут изнутри, только мы вот всегда вот отсюда ведь смотрим, вот мы отсюда смотрим, вот. И мы всегда видим это пространство, которое якобы извне, мы его видим только изнутри. Как? Мы в опыте понимаем, что вот это пространство, оно огромное, да, оно там, во-первых, там астрономически зафиксировано, что там оно там просто бесконечное. Это все понятно, но важно понять вот, может быть, как-то можно, наверное, различать, но важно понять, что вот наше пространство, которое мы вот видим в своем опыте, оно как, что это за пространство такое? Ведь в каком-то смысле мы же в нем живем, живем в этом пространстве. Это пространство есть пространство сознания. Ну вот не знаю, это пока как бы предварительный разговор, так это или нет, так я просто говорю об этом, чтобы зафиксировать, что когда я говорю пространство, то можно здесь либо считать, что то пространство, что сознание есть пространство, это какое-то пространство ментальных актов, да, ментальных актов, и тогда на самом деле мы его отличаем от реального пространства. Либо пространство сознания, это и есть настоящее пространство, в котором живем. А, ну, может быть, двухслойнивых ты рисовал? Нет, это понятно, оно много структурно. Вот когда я говорю, вот я рисовал планшет сознания, да, вот в этом планшете я рисовал, что вот есть объекты, вот они. Я повернулся, эти объекты, ну, как бы там другие объекты вошли в это. То есть, вот смотрите, можно как подойти к этому? Подойти к этому, как вот к черному ящику подходит, да, вот наш организм, это вот черный ящик, вот черный ящик такой. Вот сюда на вход приходят раздражения, да, там, такие-то вот, внешние умеры. А на выходе... Раздражение, все раздражает. Раздражает? А черный ящик? Если благостная расстройка. А если мишка уходит? Ну, это тоже клетка. У меня нет. Смотрите, вот черный ящик. Отсюда вот происходит этот мир как-то, да, приходит. А на выходе мы вот видим вот наше вот пространство, вот пространство, в котором сознание расположено. Мы не знаем, как он работает, но тем не менее, есть и вдуматься, на самом деле. Почему вот мы так уверенно считаем, что все выглядит так, как будто бы мы в трубу смотрим, да, вот условно говоря, вот на этой стороне есть субъект, здесь такая труба такая, да, а здесь как бы вот объект. Эта труба вот просто вот мы через нее смотрим, как через телескоп и видим объект. А почему не так происходит, на самом деле, что этот объект вот как-то на нас воздействует и вот происходят какие-то тут взаимодействия, взаимодействия, взаимодействия и получается пространство. Да, да, сейчас я поползу и буду рисовать. Давай. Это не мысль, которая мне возникла. Давай. Рассматривать сознание не как какую-то точку или что-то такое вот маленькое. Сознание большое. Да. Возможно, мира это вот такая большая лужа. Выше рисуете. Нет, мне нужно визу. Ага. Вот такая... Ну, что ты смеешься? Ты просто с этой доской у нас семинары стали такими милыми. Такими глупыми ногами. А дальше на эту лужу сверху кладутся какие-то листы, ну, такие, типа промокашек, несколько разных листов. И вот, может быть, каждый такой лист, это какое-то сознание. То есть, берем, ну, так, лишнее нарисовало. Лучше один нарисовать, чтобы не было. Сверху кладется лист сознания. И он что-то зависит от того, какой этот лист, от качества листа зависит от того, как этот мир сверху проступит. Он каким-то образом здесь проступает. По-другому. Мы не знаем, как это происходит. То есть, процесс этого впитывания. Вот ты рисовала черный ящик. Вот этот же процесс происходит тут. Непонятно какой. То есть, на выходе вот здесь вот сверху мы видим совсем другой лист. Вот. А вот это сознание у нас и есть. Может быть, вот такой вот лист лежит. У сознания много разных. Да, зависит от того, чего сознание накладывается на мир. По-разному он здесь сверху проступает. Потом, этот лист может быть многослойным, как ты говорил. Если у нас в мир, в миру поступают и, ну, скажем, перцепции такие. Будем так продолжить его называть. Во-первых, перцепции. Во-вторых, ну, что там еще? У нас, от нас это уже зависит. Вот это вот мышление там, да? То есть, какая-то смысловая связь мира. Смысловая связь. Вот. Это все как бы располагается на этой громакашке. Вот. Просто вот этот образ поступления, поступания мира. Можно как бы это же самое. И тогда сознание не точка, не какой-то там ограниченный объект. А оно как бы распределяется на область всего мира. Оно тоже не ограниченное. Причем, как бы вот дорисовать можно тем способом, что ты вот нарисовал как пармакашку, а на самом деле это вот, знаешь, вот есть такое понятие разрешающая способность. У ребенка сознание, оно имеет маленькую разрешающую способность, а благодаря языку наше сознание имеет большую разрешающую способность. То есть, у ребенка, скажем, вот это вот пармакашку как-то рисуют, что у него там грубая она вот такая, а здесь она мелкая, 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 потому что, потому что, как бы, разрешающая способность сознания, она просто более высокая. По качеству, по-разному, не только разрешающая способность, то есть не только подробность, но и как бы... Нет, подробность. Слабые, всякие связи, они тоже усложнены. Прежде всего, подробность связана с тем, что мы больше различим, вот и усматриваем. Что такое свет устиг, вот как сознание, даже в некотором отношении внимания, на что мы внимание обращаем? Можно обращать внимание только на то, что животное бежит, да, как бы от него убежать, да? А можно обращать внимание, какой вокруг там красивый мир, там, как много подробностей, как много животных разных интересных и так далее. То есть, условно говоря, сознание, оно же, можно его направить куда угодно, на что мы его направляем? Либо мы направляем только на то, чтобы пищу добывать, и... Да, ну, в случае... Для нас вера это только пища и это, и... Влад, на этой картинке сознание это не... мы его не направляем. Оно есть, оно выкладывается. Понятно, но вот только вот... Вер поступает. Но мы его вот так вот перемещаем. Мы же обладаем возможностью поворачиваться. Я именно о том, что здесь нет никаких поворотов. Понимая, что здесь вот... Сколько в нашем конкретном... Да, давай, тогда будем говорить так. Эта картинка, эта картинка не жизни, а опыта, конкретного опыта, единичного. Вот опыт, он всегда имеет какой-то кусок мира, с которым он соотносится. Вот мы его нарисовали. Вот этот кусок мира, который сейчас вот у нас мысличен, да? И поэтому сознание, оно равно по размеру сейчас этому куску мира, который мы видим. Вот так вот. И в данном случае, как бы, вот какой мир здесь, такое будет осознание. Что-то мне не перестает нравиться эта картинка. Потому что она зависит от мира. Потому что вы мыслите образами. Ну, просто мне полезно спать перед семинаром. Да нет, просто все нарисовано правильно. Зависит действительно от того, какое сознание. У одного сознания сумрачное, да, у сумасшедшего. У него мир один, который будет нормальный, но мир другой. У какого-нибудь необразованного человека, там, мир один. Там, образованного человека, мир другой. Просто вот эта вот разрешающая способность, да, вот сознание, разрешающая способность. Разрешающая способность. Она зависит, она воспитывается, это и есть образование. Только я не знаю, сознание-то, наверное, всегда есть вся подробность. Другое дело, обращаем ли мы на это внимание или нет. То есть здесь отображается вся подробность мира, конечно. Иначе было бы невозможно. Как бы ты ни напрягался, если она не доступна, то она не будет никогда доступна. Но разрешающая способность может повышать за счет того, что ты усматриваешь больше подробностей. То есть ты понимаешь, что это различие важно. Ну, какой-нибудь плотник, скажем, он очень много знает о свойствах, о вещах, как с ними быть. У тебя есть другой фломастер. Нет, ну, нет, даже воспринимать в каждом конкретном акте можно с разной разрешающей способностью. И все же, в общем, это тоже. Да, да, можно закрывать эту промокашку, то есть менять в любом момент времени, менять ее качество. По своему усмотрению. Ну, например, там, закрыть, условно говоря, закрыть сознание, ты мне почти не воспринимаешь. Ты говоришь, промокашка, у тебя как бы сознание, в этом смысле, пассивно. А я так говорил, об активности, понимаешь, что сознание не просто промокашка. Добавьте на экран мультитач. А что, сознание конструирует. Ты управляешь. То есть этим листом, условно говоря, там промокашка плохой способ. Управлять ты не управляешь. Просто в некотором смысле сознание, просто эти ваши экраны, разрешающиеся способности, это вот компьютерный бег у вас говорит. А, промокашка. Промокашка. У меня не компьютерный бег у вас. Да дело же не в этом. Вот опять же к вопросу о том, что такое понимание. Мы вот говорили недавно, понимание это попытка нарисовать некое представление. То есть понимание всегда связано с представлением. Мания это всегда связано с представлением. Поэтому вот Гегель всегда, ну как бы и не только Гегель и Канта, они всегда как бы издевались над тем, что вот как бы необразованные люди не могут понять непосредственно. Им надо бы дать мне какой-нибудь пример привести к представлению. Представление, а к понятию перейти. То есть это чистое понятие у них как бы не нуждается в картинке. Да, но если вдуматься на самом деле, если мы берем в науку логики и никакого представления не строим, мы там ничего не понимаем. А что там понимать? Ну как формальная система. Возьмут и принесут тебе, ну как, изложат тебе какую-то формальную систему математики. Что там понимать? Вот есть такие теории математики, там понимать нечего. Там что-то построено, но так вот представить это невозможно, но на какую-то рекламную механику. Там трудно же ее понять. Почему квадратную механику нельзя понять? Да потому что там представление сложно построить. Да, это факт. И поэтому вот понимание как-то связано всегда с представлениями. Если представление удается построить, значит понимание как бы возможно. То понимание, как оно понимается в классике. Если про эпистомологию говорить, то на этом как раз, ну то есть с вот этими научными революциями мнения разделились. То есть кто-то за сих пор как бы за понимание, основанное на представлении, а кто-то говорит, вы как бы живете вчерашним днем, мы будем просто писать формулы, вот, получать какие-то числа, вот, и вообще нам ваше понимание не нужно. Нам нужно оперировать. Но в некотором смысле есть своя правота, да, как же в оперировании. Но только вот когда Хайдиде начинает разговор с Эйфилосой, он говорит, что благодаря вот этому оперированию как раз за две нибудь бытия и наступает. Понимаешь? Потому что занимается совсем не тем, что важно. Для нас-то как раз важно как бы вот в бытие выступить, оно как раз в бытие проступает именно для понимания. Вот оно открыто для понимания. А то, что там вот наука как бы она уже в своем оперировании дошла до того, что уже и понимание никакое нужно, ну и чему это приводит вот отсюда вот в его сети, вот про технику, разговоры. Когда только впервые про открытость резьб зашла, про там вот эту аллитию, хотел вспомнить, но сейчас вот это более уместно будет. Хайдиде говорит про то, что это раскрывание, да, выведение из сокрытия, оно одновременно и скрывает, что это раскрывающее сокрытие или там скрывающее раскрытие. То это как бы такой двойной жест. Вот очень тоже любит это. Обычно. А вот сейчас объясню. То есть как бы мы одновременно открываем и тут же тем самым и скрываем. Например, с представлением. Вот мы должны что-то, так сказать, понять. Мы не можем это сделать иначе, чем через представление, чем через какой-то вот как бы образ. Но этот образ же и скрывает от нас вот, ну скажем, если мы все еще верим, что есть какое-то понятие за представление в своей чистоте. Вот этот образ, он же и скрывает от нас это понятие. То есть можно представить, допустим, не зря там компьютерный век. Да, вот там вот что-то, да? Да, а там вот, так сказать, ну понятие можно пока как бы... Вот смотрите, вот у нас компьютерный век. Мы через монитор и мыслим там, через разрешающую способность и так далее. Вот. Это позволяет нам понять. Но то, что мы это через эти образы понимаем, как минимум значит, что мы не понимаем это через другие образы. То есть мы могли бы ведь другой образ придумать, вот допустим, про Макашка, другой образ, третий образ. Может быть как бы то, что мы пытаемся понять, вот это понятие, оно как бы может предстать перед нами в разных образах. И здесь, то есть оно обязательно предстанет в каком-то образе. Но представ в одном образе, да, оно не предстанет в другом. Вот я говорю, как это там в троице, там как-то там был. Вот он предстал в одном образе, он всегда в каком-то и всегда в одном. Но тем самым он скрылся от нас в других. Причем на самом деле ты интересный провел такой... Точнее так, получается, что понимание зависит действительно от исторического времени, да? Потому что вот мы живем в компьютерном веке, и нам понятно там, что такое компьютер. Такие-нибудь, допустим, древние люди понимали как бы по-другому, а не другие представления. Вот, например, если взять опять же метафоры Иисуса Христа, да, вот в Евангелии, совсем другие метафоры. Там как бы, когда он рассказывает свои притчи, там, притчи нам уже во многом непонятно. Потому что у нас такого опыта уже нет. А ведь он тоже пытается достигнуть понимания с помощью притчи. Да, через образ. Потому что если бы он просто понятие говорит, что надо быть добрым, да, и как бы попытался бы этику изложить в виде формальной какой-то теории, то я думаю, что как бы никто бы за ним не пошел. А вот если он обратился к образу, интересно, какой момент этот образ, да? Вот, он содержательный, он обладает каким-то содержанием, он конкретный, да? То есть почему как бы мы понимаем через образ, опять же, опять же, потому что он конкретный. Вот. И, ну, в той или иной степени, конечно, да, мы можем там себе представить какой-нибудь там, допустим, шар или сферу, она будет как бы и абстрактной, но в то же время и конкретной. Вот. Это во-первых. А во-вторых, образ, это наш опыт. Это ежедневный, вот, практически, да, да, да. Ну, что такое, что значит, вот есть что-то непонятное, непонятное. Что значит его понять? Это значит, свести к понятному, к повседневному, да, понятное, к повседневное. Вот мы как бы и сводим, вот у нас есть нечто непонятное в сознании, мы пытаемся его понять. Я, конечно, к чему веду, к тому, что, возможно, как бы, вот, как бы история, там, философии, вообще, как бы, возможность какого-то движения мысли связано с тем, что мы, вот, что-то действительно очень простое, вот понятие какое-то, да, мы, стремясь его действительно понять, не просто как бы, как-то там формально зафиксировать, вот, а понять, мы приходим к нему через образы, вот, через эти представления. Представления сменяются, и представление, поскольку оно обладает какой-то своей содержательностью, вот, связанной со временем историческим, с какими-то родами деятельности у одних, так сказать, людей, допустим, там, те, которые занимаются машинами, да, они, допустим, все, как бы, в этих, в этих образах, там, могут понимать кто-то, там, занимаются чем-то другим, ну, короче, это не только историческое, но это и контекст, это, в принципе, контекстуально, вот, образ, правильно сказать так, вот, представления, они контекстуальны, вот, контекст, это может быть, вот, историческое время, это может быть, там, виды деятельности, это может быть еще что-то, это может быть сообщество людей, вот, но важно, что, что он обладает дополнительным каким-то содержанием по отношению, вот, образ, по отношению к понятию, вот, И он как бы это содержание привносит. Собственно, мы, понимая через представление, с одной стороны, не понимаем понятия в ее частоте, с другой стороны, мы в каком смысле понимаем больше. Мы больше понимаем. Мы получаем большую содержательность, чем могли бы. Но она не из понятия. Она не из понятия, да. Но это не значит, что это плохо. Это просто вот так. И вот это как бы движение, одни представления сменяются другими, это и создает какую-то напряженность, какую-то дополнительную сюжет. Какие-то невозможные движения. Вот, допустим, как было в свое время, говорил про богословие. Почему им интереснее заниматься, чем чистая философия? Потому что там как бы некая содержательность навязана мыслью. И из нее рождаются какие-то такие вопросы, такие проблемы, такие движения мысли, которые сами по себе бы и не родились. Я подозреваю, что если мы, допустим, будем мыслить сознание, как экран монитора, конечно, мы получим какие-то новые результаты. Интересные, может быть, по-своему, да. Но что-то упустит другое. Но что-то упустим другое. Значит, надо в этих метафорах, значит, это много метафоров, я бы сказал так. Разно. Это касается понятия пространства. Это вот раскрывающее сокрытие. Вот, пожалуйста. Ладно. Как бы здесь просто что-то интересно, как бы, что вот переход, вот когда вот именно в сознании есть некий переход, ну, я же много раз к этому говорил, переход, как бы, оправдание искусства. Искусство, всякое творчество. Именно вот так образно. Потому что в понимании очень важно все это все образное, всякого рода игра, метафора. Ну, как бы странно же, правильно, что вот эта литература, как бы, вот она постоянно нацелена на поиск, ну, и не только литература. Поэзия это другое, чем литература, или тоже литература? Тоже. Да, ну, просто они все нацелены на поиск метафоры, да, вот для них это очень важно. То есть, это красивая метафора, говорят, это там. Но ведь эта метафора важна и для науки, получается. Потому что что такое понимание? Невозможно без метафоры, без некого образности, да, вот, значит, без некого какого представления, невозможно понимание. Но если, опять же, если наука стремится к пониманию. Да, если наука стремится к пониманию. Но мы занимаемся философией, поэтому философия стремится к пониманию. Философия не пытается, как бы, во вслед технике, да, прежде всего, заниматься оперированием. Эта наука стремится к оперированию, потому что и конечная цель у нее, наверное, техника. А не понимание. А философия была для тебя эта наука или нет? Нет. Ну, как бы мы просто эту вещь на сайте обсуждали, мы решили, что поскольку нету объективных критериев, да, для того, чтобы подтвердить философские истины, то она не наука. То есть наука это та дисциплина, которая есть объективной критерии. Да, философия стремится к пониманию, а наука стремится к знанию. Да, наверное, так. А философия в каком-то смысле, это вот и область религии, также и искусство, и литература, это вот некая, как бы, единая, единая устремленность людей, да, вот в этом мире что-то понять. Именно к пониманию стремится, да. Потому что философия стремится именно к пониманию. Поэтому иногда наука, поскольку она непонятна для философии, это как представляет собой проблема. Я думаю, поэтому Хадир сопротивлялся как бы вот науке, потому что непонятная она. Хадир тоже считал, что философия это не была. Просто считал, что с чего с Древней Греции? Он считал, что понятие науки умоляет достоинство философии. Он считал, что философия по достоинству как бы выше. Если почитать его, что такое, не, не, что такое, лекции по метафизике, по-моему, называется. Там он пытается, или что такое философия там есть. И в конце концов, что такое философство? Некого рода деятельность и философство. И всегда посмотрите, он и говорит, что она не наука, не проповедь, не мировоззрение, не религия. То есть, как будет строить, как раньше по отношению к Богу, богословство или отрицание. Он точно так же отрицает. И каждый раз, когда он берет что-то конкретное, науку или проповедь, или мировоззрение, он говорит, что это умаляется сама суть философии. И философия ничего. Где-то не здесь находится. Так что, просто классические философии это хотело сделать из философии наук. У него была такая устремленность. И вообще, содержание всей классической философии состоит в том, чтобы создать науку. Науку-науку. Система наук или науку-науку учения. Не важно. Тогда была такая устремленность. Потому что наука, в силу, видимо, своих успехов, она представляла некий образец того, как всякое знание должно быть организовано. Вот, например, сисконь Спиноза. Ну, зачем вот Спиноза лезет в своей... Чего философию строит геометрическим образом? Ну, что за бред? Зачем? Ну, вот такая вот... Да и Декарта, опять же, методом занимался. Философия. Он же как бы разработал понимание того, что такое научный метод. Он как бы смешно звучит. Научный метод состоит в том, что надо от простого сложного расходить. Ну, это как бы так. Мудро, наверное, но как-то там. Смешно вот для науки. Ну, не важно. Если мы возвращаемся к Хайдегеру, да, и возвращаемся к нашему субъекту проживания, то получается вот то, что мы обсуждали в качестве субъекта проживания, это есть не что иное, как Дазай. И что очень многие... Очень много сходимости. Вот я даже так... Можно даже такую привести. Вот мы говорили о логике симптомов, да? Логика симптомов. Как она строится? Вот есть некий феномен, который не дан. Он как-то скрыт. Ну, типа как болезнь скрыта от нас. Но это... Ну, какие-то симптомы этого феномена мы знаем. Они проступили до нас. Хаос. Почему хаос? На доске, еще и в сердце. Да. Симптомы проступили. Симптомы... Они данные. Теперь вопрос состоит в том, какой мы можем из этого сделать вывод. Можно, допустим, как поступал в классической философии. Она брала какой-нибудь один симптом и выпячивала в качестве представителя феномена. Она говорила, допустим, сознание. И все. И это остановилось феноменом. И потом к этому феномену присоединяли все остальные. Как его свойства. Или там это его проявление. А вопрос состоит в том, что мы не знаем. Вот у нас есть несколько симптомов. Мы не знаем, какой из них главный, какой мы можем брать в качестве представителя. Скорее вопрос идет в том, что есть некий феномен, феномен, который мы должны понять, исходя из того, что мы знаем, что нам дано. Вот нам дано сознание, тут, допустим, нам дано яда, тут нам дано внимание, тут дана, допустим, какая-то ясность, тут понимание дано. И вот мы должны понять из этого, что такое феномен. Вот этот феномен, допустим, мы хотим понять, что такое феномен присутствует. Вот как бы мы его обозначим. Слово здесь, ведь просто слово обозначение, у Хадиги. Ну да. Вот он говорит, что есть некий феномен присутствия, который недавно, но он раскрывается от каких-то симптомов. И мы должны к нему это подойти. И вот, если исходить из этой логики симптомов, то как мы определяем, что болезнь это именно та болезнь? Поберем, говорим, что признаки этой болезни подтверждаются, симптоматика подтверждается, значит это та самая болезнь. Теперь точно так же здесь. Вот мы посмотрели характеристики того, что мы относим, вот у Хадиги есть феномен присутствия, и он как-то проявляется. Вот эти проявления соответствуют тому, что мы говорим о субъекте проживания. Тут еще, кстати, очень важный феномен это проживание. Проживание, переживание. Ведь у Хадигигера дозай наступает в каких-то вот модусах проживания и переживания. Ужас у него там, много что. И получается, если сравнивать то, что Хадигер рассказывает о своем феномене присутствия, даже который не дан, но который как бы надо как-то вот эксплицировать, то все его экспликации вот неких симптомов, она показывает, что вот здесь то же самое, что мы говорим о субъекте проживания. То есть фактически, как бы, получается, что когда мы говорим о субъекте проживания, здесь надо быть аккуратным, потому что ведь наше говорение, оно может как бы пересекаться. Вот Хадигер об одном говорит, а мы говорим о том, что находится рядом. И поэтому я предлагаю вот логику симптомов, да, поэтому мы и говорим, что то есть некий феномен присутствия, который есть у Хадигера и у нас. И мы говорим, что мы понимаем вот через такие симптомы. Хадигер, может быть, симптомы еще какие-то у него есть. Это надо уже отдельно брать и разбираться, как эти симптомы соответствуют, не соответствуют. В любом случае ведь нету других возможностей. У нас это все равно субъекты. Два способа понимания субъекта. Других возможностей нет. Это просто способ, каким мы накладываем вот наше рассуждение о двух субъектах на то, что представляется в философии Хадигера. Ведь Хадигер постоянно говорит о феномене. Этот феномен присутствия у него, кстати, это симптом есть. Кто, да? Этот симптом есть у него, что он проявляет себя в как бытие. Не в что бытие, а в как бытие. И так далее. То есть фактически, если все это внимательно посмотреть, то будет ясно, что вот субъект проживания и феномен присутствия. Причем когда мы говорим о субъект проживании, это же тоже некое обозначение. Просто обозначение, вот есть некий опыт, из которого нам понятно, что представляет собой другое понимание субъекта. Да, и правильно все правильно. И получается, что философия Хадигера просто и то, чем мы занимаемся, можно опереться на философию Хадигера и пытаться что-то здесь понять. Причем, что интересно, вот Хадигер как раз занимался много Гёльдерленом, постоянно поэзии приводит во внимание. А почему? Ведь опять же, вот то, что мы недавно обсуждали, про понимание, про метафоры, это все оказывается действительно важным. Вот именно важно для феномена присутствует. Потому что оно проживается, переживается, и для него важна такая вещь, как понимание. Вот, допустим, для мышления понимание как-то не важно. Там как-то непонятно, куда его там присоединить. Потому что мышление, мышление, что такое вот мышление? Мышление это способность, которая удерживает смысл. А что такое смысл? Вот у нас есть сетка такая. Сетка объектов. Вот в решетках стоят объекты. И что такое смысл? Это вот некие связи между ними, разнообразные. Вот разнообразные связи, это смысл, то есть это отношения. Вот эти, смотря на эти отношения, мы как-то там формализуем, и у нас есть мысли по этому поводу. Вот что такое смысл. Естественно, эта сетка, она не статична, она там как-то движется, как-то изменяется постоянно. Причем тут еще, берем, я беру просто сам, и это примитивный пример, потому что у нас еще цели есть, да, мы эти цели вкрапливаем в эту смысл, вкрапливаем, мы как бы в этом мире что-то изменяем. уже смыслы и представления, и представления. Это разное. Как они соотносятся, интересно? Потому что вот представление, вообще-то, смотри, как бы... Я просто пытаюсь, я объясню, откуда у меня этот вопрос возник. Вот Хайдеггер как бы тоже выстраивает в философии свое понимание и вот этого всего подручного, близкого и настаивает на том, что как бы мы встречаемся с вещью как с неким смыслом, вот, и поэтому как бы она нам понятна, и поэтому мы с ней вообще встречаемся, вот. А мы вот тут говорили про представление. И что-то близкое и параллельное есть, но... Нет, просто представление же можно понимать двояко. Можно представление понимать просто как созерцаемое, непосредственно. Да, можно понимать как представление, как нечто... как нечто воображаемое. Мы же вот внутри как бы своего сознания можем что-то воображать. То есть у нас есть... Нет, я просто к чему... Вот есть понятие, а? Может быть, понятие не может стать смыслом? Может быть, только представление может иметь для нас смысл? Вот еще что такое смысл? Ну, допустим, я вот как раз долгое время занимался категориями, ну, в смысле пытался понять, что это такое, да? И что такое категории на самом деле? Есть категории, как они у Аристотеля прописаны. Они ведь у него буквально в смысле там просто вопросы. Что там? Какое? Какое? Сколько? Просто вопросы. А что такое потом вопросы? Некие аспекты. Как реальность мы опрашиваем? Вот есть нечто, допустим. Вот эту досказку. Что тут можно узнать? Ну, какая она там? Высоты, ширины там. Из чего она сделана, да? Белая, не белая. Вот что такое понятие. Понятие фактически это некий как бы... Аспекты. Вот у нас есть единая картина, а мы ее разбиваем на аспекты. Ну, не знаю. Это... Так категории-то самые высокие понятия. Понимаешь? Уж если категории таковы, а что говорит друг? Вообще я, например... Нет, ну так а смысл? Смысл? Нет, смотри. Нет, просто знаешь, вот есть такое повседневное словопотребление. Вот, допустим, какую-то сложную теорию предлагают, и Антоник говорит, а там нет смысла. Он же имеет в виду не то, что что она лишена какого-то логического содержания, что там как бы... А что это бессмысленно для него? Бессмысленно тут вопрос заданет. И это приближает как-то вот к этой... Ну, ты хочешь сейчас заниматься просто экзистенциальным вопросом, типа, в чем смысл жизни? Бессмысленно не интересно ему, это не интересно. Он говорит, что это бессмысленно, потому что ему не интересно. Нет, нет, нет. Я пытаюсь заниматься вопросом понимания. Что такое понимание? Вот как бы с одной стороны мы посмотрели на то, что исходя из нашего опыта понимание происходит посредством представления образа. С другой стороны, говорит нам Хайткин, понимание происходит так, что мы нечто, некий смысл вписываем как бы в внутрь систему смыслов своей жизни. Да. своей жизни. Но только поэтому этот смысл становится смыслом. То есть нечто вписываем в систему своей жизни и это тогда приобретает смысл. Многие же и неправильные там не судят неподлинные как бы способ относиться к смыслу. Можно же как вот усердно рассматривать вещи. Ради вещи и рассматривать. Почему нельзя? От этого свечи смысл не потеряли? Почему? Вопрос просто определение понятия смыслов. это вопрос не выражение. Останется значение. Мы же этим занимались. Вы говорили, что что такое значение? Что такое? Хорошо. Это вопрос интересный. Что такое? Смысл. Для того, чтобы вот этот смысл была, нужна какая-то основа. Она же может произвольнее как он сумасшедший. Нарисую это, придумаю свои отношения и все. Вот это какая-то должна быть основа. Должен быть какой-то абсолют. Как бы в виде абсолют. Кстати, с позиции которого вот это все приобретает некий смысл. Но это ты и есть. Так вот у Хадигера как раз абсолют и до этого. Именно отсюда и возникает что когда смысл присоединяется к моему смыслу, они освещаются в смысле. Ты упомянул смысл жизни. Это хорошее словопотребление из которого можно понять что смысл и значение это разные вещи. Что такое значение жизни? Это просто как бы странная зона сочетания. просто на значение. Это то же самое что со смыслом. Да. Значение жизни это как бы определение жизни. Ее как бы логическое понятие. Да. Значение слова жизнь. А что какой смысл жизни? Что ищут люди когда ищут смысл жизни? Цель. Да. В том то и дело что в смысле присутствует какое-то полагание присутствует какая-то устремленность отсылка и так далее. Это не просто значение это видно. А когда может присутствовать цель опять же когда это значение вписано в систему общих целеполаганий твоей жизни или жизни вообще я не знаю. ты правильно говоришь что есть дозайн и весь мир для него приобретает смысл исходя изнутри него. Потому что он является абсолютным и он придает значение всему. Для него важно одно и не важно другое. И значение придает и смысл. Нет значение действительно вы правы можно различить значение это уже присутствует. Потому что есть некое общепринятое значение скажем а он придает смысл отсюда он смысл придает а значение они уже как бы есть некие значения уже есть. вообще в нашем языке перемешаны эти вещи про смысл жизни это вроде прозрачно а с другой стороны мы говорим не придавать чему-то значения но если посмотреть у нас вообще язык в том числе и философский он очень не обработан люди не работали как это вообще понятно я не придаю этому значения как это так это значение ты и придаешь речь идет здесь не о содержательности а о значимости любили эти товарищи которые строили философию ценностей Шиллер значимость ценность любили какие-то иерархии иерархии выстраивая смысл относится да это правильный подход может даже здесь видно понятно почему различить смысл для людей может быть разным а значения могут быть одинаковыми общественные принятые просто я пытаюсь связать представление и смыслы просто допустим а представим себе что мы начали мыслить не через представление эти абстрактные понятия а вот сами понятия эти начали помыслить могли ли бы они приобрести для нас смысл могли ли бы мы их писать вот когда мы представили себе допустим бога в качестве какого-нибудь доброго дядюшки или кого-то или не знаю или еще что-нибудь представить себе когда мы некий образ понимаешь для Хайдегера допустим если мы говорим о Хайдеге то есть понимание да Влад я объясню у него понимание это вписывание не выделяется отдельно понятие понимаешь я прибавляю ты уже взял какую-то частность есть язык полнота языка понятия не существуют в ней языка они вписаны в языке как ты их выделил отдельно и как они отдельно поиски мне просто слов не найти я могу сказать что на той стороне как бы за представлением за его спиной стоит идея они там и стоят но сами-то идеи они не существуют отдельно они вот связаны там они стоят но они тоже связаны нет одной идеи такой-то не бывает вот они связаны вот уже хорошо да хорошо и благодаря этой связи идея имеет содержание поскольку вот зачем Дегель говорит что надо систему создавать систему науки логики а не просто какую-то идею формулировать потому что именно надо чтобы сама понятие удержалось чтобы его смысл был понятен нужно чтобы оно контекстуально приобретало смысл все понятия приобретают смысл контекстуально иначе их не удержать потому что один будет под одно и под идеи одно понимать под понятием а другое другое и так часто случается допустим вот сознание вот мы пытаемся сейчас понять что это такое кто-то там какой-то психолог совершенно другой смысл это понятно я все пытаюсь понять исходя из Хайдегера зачем мы используем представление то есть не так что зачем почему для нас это неизбежно я пытаюсь исходя из Хайдегера потому что язык 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 он уже таков ты не знаешь почему именно язык а не мышление да не ноší а почему он говорит о языке а не о мышлении как вся классическая но тем не менее это неизбежно был переход к языку потому что неформальная система понимаешь вот что такое формально система пытается отобразить что говорится в мышлении. Вот есть некое мышление математика. И он формально, он пытается это мышление зафиксировать в виде некой формальной системы. А вот это все, что об этой формальной системе говорится, там видите, какие-то определения, это все как бы неважное и извне припреданное для того, чтобы в эту систему можно было как-то войти. Как бы несущественно. Так же строилась и классическая классифика. Но на самом деле вот это вот то, что вот здесь якобы несущественно для этой системы мышления, это и есть все. Потому что благодаря ему мы понимая здесь есть что то что такое вообще вылечит если мы пытаемся говорить о представлении вот мы просто у нас мы не отсюда из вот она представлений здесь представление и смысл а здесь значение смысл есть смысл есть мы говорим о смысле мы говорили о понятии понимание ну вообще у нас как бы было как у нас было понимание представление и понять да у нас я не очень понимаю мы представление хорошо я объясню Можно я свой вопрос объясню? Мы отметили интересный факт, что мы мыслим образами, как правило. По крайней мере мы. Нет, неправильный разговор. Мы мыслим не образами, мы мыслим представлением. Представление. Ну ты сначала говорил образами. Ну какой вот это образ? А равно это что, образ что ли? Это представление, а не образ. Образы это отдельная часть. Мы мыслим как бы представление. Хорошо. Представление. В том числе образами. В том числе образами. Так вот я и как бы хочу понять, почему это наша судьба? Почему как бы так происходит? Потому что сознание. Наверняка не случайно. Правильно, потому что сознание. Я когда-то думал, вы поняли как бы что это происходит. Потому что сознание развернуто так. Сознание есть не точка какая-то, а есть пространство. И поэтому понимание есть не точка какая-то, а всегда связь и пространство. Понимание тоже должно быть. Сознание. Понимание связано с сознанием. Потому что поскольку сознание развернуто в пространстве, и понимание точно так же развернуто в пространстве. Но развернуто в пространстве это и есть представление. Хорошо, ну а почему сознание развернуто в пространстве? А сознание всего? Потому что мир развернут в пространстве. Сознание пытает... Зачем вообще сознание возникло? Мир. То, что это значит, вот мир. Вот это сознание. Сознание понимает... Вот здесь различия есть, и сознание понимает, когда это различие, от его, от различия, которые есть в мире. Вот смотрите, вот здесь такое простое правило. Интересное, между прочим, правило, как бы, я постоянно замечаю, и многие люди, хотя занимаются философией, его как-то не понимают. Теоминологическое. Вот то, что... Вот, скажем, вот это наше сознание, да? А это мир. Смотрите, то, что мы существенно различаем в сознании, всегда различено в мире. Всегда. Почему? Потому что, как бы, наше различие, которое мы здесь усматриваем, оно всегда есть различие самого мира. И если мы здесь что-то различаем, значит, это различно на самом деле. И наоборот, это и наоборот, что если здесь тождество, то мы его здесь различить не можем. То есть здесь тождество. То есть, если здесь различие, то и здесь различие. Если здесь тождество, то и здесь тождество. Иначе говоря, вот это является системой более широкой, широкая, А это более узкое. Пока у тебя нарисованы и замор. Я понимаю. Но может случиться так, что вот здесь есть различия, а там нет. Хорошо, я переформулирую вопрос. С сознанием и миром я понял. У меня вопрос тогда следующий. Вот есть у тебя чуть выше нарисована система идей. Система понятий. Вот они все в взаимосвязи. Между ними есть там различия. Вот там есть структура различий. Там есть развлеченность. Почему эта развлеченность непосредственно не может в прямую связь вступить с развлеченностью в сознании? Почему она опосредуется развлеченностью представления? Почему она может вступить? Может. Мы же говорим еще раз, что мы мыслим представлениями. Почему мы не мыслим чистыми развлеченностями идей? А мы опосредуем это представление. Ну а как ты видишь эти различённые идеи? Расскажи мне. Ты думаешь, что здесь идеи различились? Здесь различные представления? Я не спорю, что мы так делаем. Я спрашиваю, почему? Я думаю, вот моё мнение. Потому что сознание так устроено. Ну, нет, просто у этого должна быть какая-то причина. То есть это... Нет, просто я объясню, да. Мы наткнулись на этот факт. Этот факт и есть симптом чего-то. Да, я согласен. И вот надо от него переходить, как бы... Ну, пытаться, по крайней мере. Может быть, не только от него одного. Может, нам не хватает других симптомов. Но надо переходить, как бы, к причине заболеваний. Ну, если, честно говоря, ты вот договоришь вопрос... Просто Хайдегер всегда действовал так. Он как бы... Мне это... А потом он объяснял, что исходя из нашего способа бытия, иначе и быть не может. Вот так вот он делал. Допустим, как бы, про это падение. Он обнаружил, что сознание пало, а потом он объяснял, что оно, исходя из своего способа бытия, и должно было так вот. Ну, то, что там реализирует болезнь... Это не реализируется, это схема такая. Как бы, это логическая схема. Вот. Это может касаться ни падения, ни чего угодно. Никто никуда не падал, но это... Он спрашивает, почему есть нечто, а не ничто? Дело в том, что Хайдегер, вот смотри, Хайдегер просто... Вот помните первое понимание субъекта, субъект-объектное различие? Он просто... Вот это... Субъект-объектное различие считает, что это просто ложный модус понимания, да, как бы, и что его надо отбросить, там, как бы, от него... Его нужно как-то там избежать, да? А на самом деле, он просто не прав. Нет, он не... Просто вот это остается вот... Он же не только говорит, что это ложный, он же одновременно говорит, что это и судьба наша. А почему это судьба? Потому что он же не понимает это тем способом, что есть второе понимание субъекта. У него все равно субъект, да, это присутствие и все. Вот этого, у него этого вообще нет. А это же есть. Это-то вот тут буквально в смысле есть. Ну, я теперь... Это как можно понять? Ну, есть, допустим, как у Делеза, там, как у психоаналитиков, там, есть просто бессознательное, да, вот наше тело есть. Вот оно, вот эти вот субъекты актов, они присутствуют. Они есть просто, они работают, они производят, постинфицируют. У него этого вообще ничего нет, у него бессознательного вообще нет. Он просто устранил это и все. У него это дозайн, оно светлое просто. Я считаю, что Хадегер это классический философ. Он вообще в постклассику бы случайно попал. Хадегер исключительно классический. Хадегер, что-то самое любопытное, считает, что Ницше завершает классическую философию. На самом деле, Хадегер точно так же, как и Ницше, и точно так же, как и Эргегер, это все классический философ. Это не классический философ начинает, а когда появляется бессознательное. Когда появляется у Делеза бессознательное, вот это начинается просто классический философ. Хадегер еще, включи классический философ. Ну просто одну схему, была схема субъекта-объекта, но ее убрал, придумал схему, как мы сейчас ее рисуем. Да, там типа там. Схему проживающего субъекта. А то, что ты говоришь, вопрос задаешь, я согласен, но только я просто даже не знаю, что сказать по этому поводу. Почему мы обязательно понимаем, через представление, мне нечего сказать. Кроме того, что так сознание устроено, я тут ничего придумать пока не могу. Это вопрос требует действительно отдумывания. Действительно так. Это непросто. Потому что действительно если вдуматься, мы как бы иначе никак и не понимаем. Вот допустим, я всегда задумывался, почему философию Гикель вообще трудно понять. Потому что у него часто просто не ищут представления. Непонятно, как он вообще с этим справлялся, как он науку логики нарисовал. Как он вообще для себя, как он что-нибудь у него был. Я понимаю, как у него представление было. Если посмотреть, что такое феноменология, посмотреть, что такое история философии, история философии, это что же такое, Какие-то формы развиваются. Получается так, что наука логики – это снятое развитие истории и философии и феноменологии. Феноменология, история и философия проходят тот же ряд форм, которые проходят в снятом виде наук логики. И вот способ, каким он представлял эту феноменологию и историю. Когда он наук логики раскрывает, как она выглядит, каких-то понятий, когда ей движется в чистоте мыслей, то на самом деле он припоминает, что там в феноменологии было. Он начинает с бытия, а феноменологии точно так же. Чувственная достоверность, истина, чувственная достоверность является бытие, чистое бытие. И дальше наличное бытие – это вещи восприятия и так далее. Или можно по истории философии. Тут немного сложнее в истории философии, но в феноменологии точно можно это все понятно. Есть такие вот аналогии. Две аналогии, из которых можно сделать вывод о том, как он понимает, что такое наук логики. Я когда изучал науки логики, так и думал. Берешь науки логики, читаешь, а потом вспоминаешь, что там феноменологии было. И вроде бы все понятно. Другое дело, что если ставить вопрос, почему мы понимаем через представление, это похоже наш на какой вопрос, как вот у хадики, это почему есть нечто, а не ничто. Вопрос поставить можно, а что по этому поводу можно сказать? Вообще говоря, вот это почему есть нечто и ничто – это вопрос с позиции Бога. Я могу переформулировать его с точки зрения, почему Бог вообще мир сотворил. Это же любопытно, почему. Посмотрите, что такое Бог. Бог – не абсолют, да? Он полнота всех возможностей. Совершенствует Бог. Абсолют. Он все, что есть, вся реальность. Зачем ему создавать нечто несовершенное? Он не может второго Бога создать, потому что было бы два Бога. Зачем нечто? И не может, именно поэтому, поскольку он совершенство, да, абсолютное, не может создать нечто совершенное. Поэтому мир явно несовершенный. Зачем он его вообще создает? Вот проблема, почему есть нечто и ничто, равносильная проблема, почему Бог создает мир. По идее, если есть Бог, то он не должен ничего творить. Это вот сам вопрос, а почему происходит творение? Причем я как-то заметил, почему тут вопрос о творении, очень интересный интересует Дейлеза. Я еще бы не интересовался, как ты видел на французском языке ролики, там, вопрос, связанный с творением. Зачем он там интересовался? Вообще говоря, можно было бы картинку эту изменить, как бы, можно было бы абсолютно чертить вот такой кружочек, а потом внутри него провести различие. Вот так вот, да? Да, да. И сказать, что он как бы внутри себя выделяет мир, то есть он как бы творит мир тем, что внутри себя проводит различие. Вот так. Ведь на самом деле, вот этот вопрос, почему есть нечто, а не ничто, он эквивалентен вопросу, а почему есть различие вообще? Почему есть различие? Почему не есть, все не есть тожещество? Может быть, несовершенство мира, но в связи с того, что это уже развлеченность. То есть абсолютно сам по себе неразвлеченное, а совершение на мир, как следствие развлечения. Ну, как ты сидишь и думал, как убедили именно вот так. Потому что у него абсолютно это вот как бы внутренний логик, да, вот здесь некая логика, у меня вот эта логика это есть, абсолютно. Да, как бы она живая логика, а не просто там как бы абстракт, а не просто наша человеческая логика, а именно логика мировая. логика мира. эта логика пронизывает не только, не только внешний мир, но и людей там все пронизывает. Идут, пронизывают, все. Ну, так что это вопрос, который связан с тем, почему мы понимаем через представление, он сородни вот этому вопросу. Ну, или может быть в другом контексте, ну, это вопрос сложный. Вообще говоря, если так вдуматься, к сознанию вообще вообще сложно подойти. Даже непонятно, что иногда спрашиваю. Не, ну все-таки, мне кажется, это может быть какие-то симптомы, которые, если не те другие, может нам что-то сказать. А я считаю, что именно это нам указывает на то, что сознание есть пространство. Ну, может быть так. Это, в принципе, ответ, да. Сознание потому и пространство, что понимаем мы всегда вот пространство, как представление. И вообще, как бы, задумываясь о том, что сознание, как пространство, только оно такое пространство, что оно спроектировано на мир. Это пространство? Вы, я уже, наверное, начинали с этого разговора. Это тоже самое пространство. Да, то же самое пространство. То есть наши смыслы, да, наше понимание, оно спроектировано на мир, в том же самом пространстве расположено. Которое расположено тут как бы. Тут присутствует какая-то первичность. Да, да. Различность. Ко-будто бы есть различия. Различия-то или нет. Мы его установить не можем. У нас нет никакого мира по ту сторону какого-то самого по себе, вот такого самого по себе пространства, такого нет. Какого еще там самого по себе пространства? Вот есть это пространство, которое есть, и все. И мы живем, живем, и прямо в буквальном смысле мы его понимаем, но как мы его отсчитываем? Не так же получается, как классическая философия понимает, что субъект сюда выбрасывает мышление, то есть проектирует понятие, понятие проектирует. И потом в этих паниках, как Гегель рассуждает, мышление, понятие, оно проектируется на мир, а потом считывается с ним. То есть сначала происходит как проектирование, а потом считывание. А вопрос-то не так состоит. Мы живем в таком пространстве, что не надо ничего проектировать и считывать, оно просто там есть. Просто там. Проектировать ничего не надо, нет такого движения. Проектирование считывания. Да, и я так как бы, это все правильно, я другой, как бы, у тебя посыл услышал, про то, что мы, вот эти представления, не зря ты на доске чертишь, ты в реальном пространстве их раскрываешь. То есть ты не как-то там, не так, что вот там есть реальное пространство, а ты в мозгу, так сказать, выстроил какое-то еще пространство, и в нем какие-то представления. Ну так тоже как бы бывает. Мы, подожди, подожди, конечно же, есть представление в смысле фантазирования. Конечно же, мы можем отвлечься и это представлять у себя в голове. Как рассуждают об этом Кант, почему он представляет о том, что существует... Как объяснять, что математика есть? То, что есть понятие фантазирования, то есть пространство, оно принадлежит нам, оно внутри представление может что-то там делать. То есть театрические суждения априори там исходят. Ну я не знаю, просто это надо вот разбираться как с фантазированием, но оно, мне кажется, просто дублирует общую ситуацию. Это есть повторение, потому что даже фантазирование мы все равно точно так же различаем. Вот эту разнесенность. Вот мы отличные, вот есть некая сфера объектов, и мы всегда как-то вот по отношению к ним всегда находимся, ну если так можно выразиться, на расстоянии. Вот всегда есть расстояние между тем, что вот мы как бы вот здесь находимся, вот здесь я, да, а вот здесь объекты. Даже если мы воображаем, все равно вот всегда вот есть вот это вот расстояние. Есть некий разрыв, есть некое различие всегда. И вот на этом различии это... Почему пространство? Потому что вот это различие есть всегда. Я раньше как, когда говорил, что сознание есть пространство, я имел в виду, если вдуматься, не то, что сейчас я говорю, я имел в виду, что всегда есть вот этот разрыв. Просвет, как говорит Хадига, Вот это просвет. Это то, что называют категории просвет. Вот этот просвет всегда есть. И я исходя из того, что просвет всегда есть, считал, что в сознании есть пространство. Не получается, что так можно схлопнуться. Иногда рассуждают, что я может быть захвачено объектами и полностью исчезнуть. Как классический философер рассуждает. Захваченность может довести до того, что полностью я растворяется в объекте. И исчезает и я, и объект. Такого не может случиться. Это, в принципе, невозможно. Это неправильное понимание того, что такое я. Нет такой захваченности. Всегда есть это различие и это усло. На этом различии вообще базируются различные субъекты и объекты. Вот та схема, которую мы рисуем. Субъект, объект. Вот эта схема, она на том базируется, что есть изначальный опыт. Как ты говоришь, Хайдеггер понимает, что это наша судьба. Да, вот есть изначальный опыт различия чего-то, что есть внутреннее, чего-то, что есть внешнее. И вот как бы мы ни говорили, вся философия пронизывает постоянный разговор, что есть внешний мир. Как он внешний-то, если так вдуматься? Если мы исходим из сферы субъективности, нет ничего внешнего. Но мы тем не менее понимаем, что внешнее по отношению к телу, что ли? Но это неправильный разговор. Нет никакого тела-то здесь. Здесь вообще нет тела, когда мы на таком уровне находимся. Потому что, когда мы говорим, что вот есть тело, и по отношению к телу что-то там есть, мы сразу же покидаем пределы философии. Так наука может рассуждать. А где эта позиция, извиня, о которой мы это рассуждаем? Такой позиции нет. Эту позицию занять нельзя. Ее. Если вы не тело, занять позицию такую невозможно. Поэтому нет никакого тела. Объекты, которые даны, мы понимаем, что мы видим. Знаете, как я теперь схема рисую? Знаете, насколько сложно теперь у меня схема рисовать? Смотри. Помните, мы рассуждали о том, что рефлексия невозможна? Но она как бы возможна в другом смысле. В том смысле, как классическая философия ее подразумевает, а именно интенсия, направленная на само себя. Вот интенсия. Да, это субъект. Объект, она не на объект, а на самого себя, да? Направленная на себя невозможна. Вот такая, вот так определенная рефлексия невозможна. Рефлексия та, то, что на самом деле мы понимаем под рефлексией, есть когда вот этот субъект так, как направляет на субъект переживания. Вот это вот рефлексия возможна. Только так. Собственно, единственный способ понять, что такое рефлексия. Я сейчас не об этом как рассказать. Вот если рефлексия невозможна в этом, но тем не менее мы должны рисовать каким-то образом вот этот субъект такта. то получается, что вот так вот. Мы рисуем так. Вот есть этот субъект такта, у нас, да? Вокруг него сфера. И вот смотри, и наше тело, вот, она часть сферы. И на самом деле, когда мы себя понимаем, потому что нет никакого внутреннего. Внутреннего нет. Потому что нет рефлексии внутреннего, соответственно, нет. Это внутреннее само есть вот где-то здесь, вот. Вот это внутреннее. Ну, тут сложная схема. Смотри, вот это вот, вот это, вот эта часть, то, что мы видим в сфере, это сфера, сфера опыта, да, нашего. Ну, или сфера субъективности, можно назвать это дальше. Так, смотри. Получается, что вот это наше тело. Вот это вот, а вот это все дальше объекты мира, да? Это просто мир. И наше тело в этом мире дано. В потустороннем находится мышление наше. Вот, по отношению к мышлению, по отношению к нам находится вот здесь. мышление по себе. Вот. Вот такая схема интересная. И тут... Чем она оправдана? Несмотря на то... В центре что? В центре это вот как бы твои глаза, которые смотрят. Зрение. Дело в том, что в чем тут правота состоит? Правота состоит в том, что нету обратного движения. Вот есть некая точка, да, вот как вот субъекта, субъектная точка. Она куда-то смотрит. Даже когда я на себя смотрю, я вижу свое тело. Вот оно в пространстве. Вот оно. Она тоже в горизонте этих всяких объектов. И более того, вот... Вот эта вот точка, да, свидетельствующая точка. Все, что я понимаю о себе, да, вот мышление о себе, оно тоже находится как-то потусторонне. То есть я вот понимаю, что есть вот граница этого тела, да, какая... Ну она дана как-то вот восприятие. А вот как бы внутри этого тела вот есть все остальное. Вот так. И получается, что вот я вот разнесен вот так вот. С одной стороны, я вижу тело, да, и в теле как бы вот это... Я сам себя переживаю. А с другой стороны, я как субъект вот нахожусь и все... И являясь какой-то инстанцией, по отношению к которому все остальное дано. И вот это вот различие, вот эта разнесенность, вот она. Вот она и есть. Вот это вот. Вот это и есть сознание. Как-то вот так. И нет... Вот это никакое не внутреннее. Это просто способ нарисовать. Внутреннего никакого нет. Все вот. Есть только внешнее, как бы, и вот это вот разнесенность. И вот эта разорванность, на самом деле, вот она... Почему мы свое тело извне смотрим? С одной стороны, мы можем извне к себе восходить, да. А с другой стороны, мы можем восходить изнутри. Вот два способа восхождения к самому себе, вот это создает такую разнесенность. Не знаю, насколько эта схема правильная. Просто я пытаюсь вот эту схему осмыслить. Что тут нам там дает или нам это что-то. Или это просто как бы красивая картинка. Не более того. Я думаю, а здесь какой? Субъект один, да? А субъект два здесь. Ну вот так вот. А как все-таки с другими всякими этими способами чувствуем? А здесь, кстати, другие люди находятся в хожу. Другие люди. В смысле, другие чувствуют? Ну там, звук понятно более-менее. А вот оседание, внутреннее чувство. Я закрываю глаза, но как бы чувствую свои руки там как-то. Причем даже не отрезанием, а как бы, а я чувствую напряжение мышц. А есть еще боль? Боль, да. Просто тело мы узнаем больше вот так. Ну да, согласен. Получается, что две сферы надо рисовать, да? Да непонятно как бы. Вот как синтез вот этих всех ощущений происходит? Ну как, в свое время вот этим вопросом так планировали задаться, но слишком как бы простая и одновременно и темная тема показалась тебе? Понимаешь, понятие внутреннего, оно с чем связано? Что мы понимаем разницу между, вот я вот так и думаю теперь. что вот у тела есть внешняя оболочка, а есть внутренняя. Да, это понятно. Что внутреннее, и мы привыкли говорить о том, что сознание как бы внутри, исходя из того, что вот понимаем, что такое внутреннее. А так ли вот внутри? Есть ли я вообще у сознания внутреннее? Я теперь думаю, что сознания внутреннего-то нет никакого. Что оно вовне? То есть вот как вот я урисовал точку. Вот оно во игру. Тут. Вот какой субъект здесь? Понимаешь? Но. Но. Субъект один, который как бы вверх за актом. Но оно не может очень далеко убежать от тела. Понимаешь, не может быть тело тут? Ты не понимаешь, о чем я говорю? Теорорик не в теле, а дело в том, что в зависимости от того, как мы нарисуем картинку, это же понимание. В зависимости от этого мы поймем, что мы имеем, и мы имеем дело. Иначе говоря, если мы методологически поняли, что такое понимание, что понимание связано со схемой или с картинкой. Ну или там, с представлением. Мы должны теперь свое понимание выразить в представлении. Иначе мы ничего не понимаем. Мы можем сколько угодно говорить, что два субъекта есть. Что понимаем тогда? Надо нарисовать. Надо его нарисовать, чтобы эти два субъекта были как внутри единого органа. Не так же получается, что два субъекта сидят вот рядом, вот так вот, да? И организм такой шизофрей. Не так же получается. Его надо теперь нарисовать. Почему их два? Почему он не один, а два? И недостаточно сказать, что есть сознание и бессознательное. Вот есть сознание. Сознание – один субъект. Там будет. Это сознание, а если один – это бессознательное. Да? Как бы одно отрицает другое. Ну, это не так. Ну, вот не так. Правильно. Нет, так можно говорить. Потому что вот сознание – это планшет, а вот то, откуда все поступает, оно бессознательное. Вообще вот так можно разговаривать. И с потаенностью, и с бессознательным. Я, кстати, теперь понимаю, что такое ничто у этого. Ну, ничто у Хадигера может понимать как бессознательное. Потому что ничто, оно переживается у него, оно ничто же. Как он ничто понимает? Как ужас, да? Ничто открывается, вот это переживание ужаса. Но если так вообще подумать, если ничто переживается, и оно ничто же, то есть оно действует, то оно просто есть бессознательное.